Более подробно эту тему обсудим с Иваном Варченко, это эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий вооруженных сил Украины. Иван, здравствуйте, рады вам в эфир Фридом. Добрый день, слава Украине. Героям слава. Иван, в последнее время фиксируем, что Российская Федерация, именно путинский режим, вообще не скрывает своей, так сказать, опасности, своей агрессии, не только по Украине, но и по отношению к странам Европейского Союза, проводя всякого рода диверсии. Как показывает практика, еще даже до начала полномасштабного вторжения. С чем это связано, по вашему мнению? Маски сброшены, путинский режим превратился в то, чем он был изначально и в какой-то мере старался замаскировать свою сущность. Это режим террористов, это режим международных преступников, желающих повторить судьбу своих предшественников. Также представителей тоталитарных режимов, которые ставили себе задачу уничтожить целые народы, превознести свое господство и в конце концов покорить весь мир. Вот эти сумасшедшие, которые обосновались сейчас в Кремле, которые опять лелеют идею покорения мира, они реализовывают эту идею уже со всей, что называется, неприкрытостью. Они вынуждены еще быть неприкрытыми, потому что с одной стороны они старались в подготовке к реализации этой идеи, они готовили в том числе большое количество, тысячи, сотни тысяч агентов своих, которые в разное время должны были выполнить свою функцию, то ли одноразовую функцию, то ли на протяжении какого-то длительного времени, многоразовые какие-то акции. И этих агентов мы понимаем, что в цивилизованном мире реально были десятки, если не сотни тысяч. Агентов, которые должны были проявить себя в информационном поле, в создании политической нестабильности, если хотите, даже в работе даже не с средствами массовой информации, а с коммуникационными какими-то площадками типа социальных сетей. И заканчивая теми, кто должен был создавать условия для террористических актов и совершать эти террористические акты. Россия является террористическим государством. И, наверное, знаете, настал тот момент, после того, как маски сброшены, опять же, они вторглись в Украину и получили в Украине отпор серьезнейший. И они вынуждены работать уже по сценарию, что называется, тогда, когда не нужно тратить усилия, не нужно тратить ресурсы для того, чтобы каким-то образом маскировать свою природу и свои действия. Они всю свою агентуру активизировали на разных уровнях. Мы видим, как, оказывается, такими агентами Кремля, агентами России сейчас выступают даже достаточно заметные политики в европейских государствах. Но это неудивительно. Большие деньги были на это затрачены. Да, Россия работает как террорист, да, она не считается необходимой это прикрывать. Более того, они считают, что именно подчеркивание своей готовности работать вне всяких рамок и правил межгосударственных каких-то соглашений, правил, в принципе, гуманистических, человеческих правил, они считают, что таким образом они будут восприниматься с большим уважением и даже культивируют такое вот очень показательное неуважение к любым законам, к любым нормам. Глава разведки Германии предупредил, что Российская Федерация может напасть на НАТО до 2030 года. И как предает немецкий телеканал НТВ, глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль считает, что Москва рассматривает Запад и в том числе Германию как противника, поскольку Берлин является вторым по объемам помощи Киеву среди западных стран. Давайте услышим прямую речь и обсудим. Кремль рассматривает ФРГ как противника. Будучи вторым по объему помощи сторонником Украины, мы явно являемся одной из сторон в глазах Москвы. Путин уже давно объявил нас своим врагом. С точки зрения Кремля, война против Украины – это конфликт между РФ и Западом. Вместе с тем, конфликт с Западом выходит далеко за пределы Украины. Путина действительно волнует создание нового мирового порядка. Как вы считаете, достаточно ли сил, потенциала и мобильственного ресурса у Российской Федерации, учитывая их жесточайшие потери на фронте в Украине? Нет, конечно же, недостаточно для того, чтобы реально угрожать западному миру, если мы говорим о конвенционном оружии. Война в Украине. Серьезнейшая защита, беспрецедентная защита своих территорий, мужество и героизм, которую проявил украинский народ, они подчеркнули то, что у России нет ресурсов и не может быть ресурсов для того, чтобы дальше воевать на территории европейских стран, потому что для того, чтобы зайти на эти территории, она должна пройти Украину. Но мы говорим о конвенционном оружии. И мы говорим, конечно же, в том числе о потенциале. Если вдруг цивилизованный мир решит оставить Украину наедине с проблемой, многовековой проблемой, которой является Россия, в каком-то теоретическом сценарии, одним из негативных сценарий, то, конечно, Украине будет очень тяжело. И тогда угроза есть, что Россия, видя такую беспомощность и неспособность себя защищать со стороны западного мира, конечно же, встанет для него большой угрозой. И, конечно же, она начнется к стран Балтии, как более близких, как более удобных для того, чтобы их уничтожать методично. Ну и, конечно же, она дальше готова будет продолжить с другими странами, которые покажут себя ягненками против российского, даже не волка, гиены. И, конечно же, в этой ситуации Россия в каком-то сценарии, очень негативном, в сценарии, где европейское, цивилизованное общество сейчас скажет, нет-нет, мы в своем домике, мы занимаемся защитой своего домика, нам неинтересны наши принципы, о которых мы говорили, демократия, свобода, взаимопомощь, нам неинтересна Украина, мы будем готовиться к войне у себя. И это, кстати, очень такой тонкий момент, когда вроде бы мы должны аплодировать тем, что западное общество, оно серьезно воспринимает угрозу и готовится к войне, но вместе с тем, это серьезный момент для манипуляции местными политиками. А давайте закроем глаза на украинскую войну, давайте сосредоточимся над тем, что будем вооружать свои собственные вооруженные силы, увеличивать армию, увеличивать производство боеприпасов и всего остального, потому что вдруг, после того, как Россия перемелет украинские города, вдруг они придут к нам потом. Вот сейчас это важно подчеркивать для европейских политиков, что они на сегодняшний день имеют возможность от этого негативного сценария просто отойти из-за того, что они будут помогать Украине. В достаточной мере помогать Украине не для того, чтобы Украина только выживала в тяжелой войне, только оборонялась, а для того, чтобы Украина могла атаковать, могла освобождать свои территории. И для этого нужно в разы серьезнее подход, чем сейчас демонстрирует, к сожалению, цивилизованное общество, подходя к обороне Украины, как к тому, чему нужно помогать, ну так, факультативно, между прочим. Так, чтобы не напрягаться, так, чтобы не ощущать каких-то неудобств моральных, не дай бог, и в случае чего, и когда эти неудобства есть, чтобы можно было сказать так свысока, извините, мы тут напрягаемся, мы вам очень и очень помогаем. И когда мы разделим, я в очередной раз это повторю в нашем эфире, если мы разделим всю программу наших партнеров на количество жителей в каждой стране, мы будем понимать, что цена этой помощи от 5 до 10 евро в месяц на человека. В относительно богатых, благополучных странах, над которыми не летают ракеты, над которыми не летают российские самолеты и не сбрасывают на них бомбы, на мирные города, у которых не уничтожает инфраструктуру, тот человек из этого благополучного общества платит 5 евро в месяц для того, чтобы помочь Украине, и при этом жалуется о том, как тяжело ему помогать Украине. Поэтому здесь, наверное, будет неправильно, нечестно говорить между собой, вот между собой, если мы говорим о серьезном взрослом отношении обществ западных, в том числе, к обороне своей через помощь обороны Украине. Да, мы надеемся на более ощутимую помощь, и мы понимаем, что эта более ощутимая помощь есть в арсенале у наших партнеров, у наших партнеров из Европейского Союза и у партнеров из Соединенных Штатов Америки. И тогда мы можем сказать, что Германия может быть спокойной относительно своего будущего, когда она в несколько раз с большим энтузиазмом готова будет помочь завершить войну победой Украины, победой цивилизованного мира в Украине, на территории Украины. Иван, огромное спасибо, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Всегда рады вам в эфире Freedom. Я напомню нашим зрителям Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий Вооруженных Сил Украины с нами был на прямой связи.